со второй попытки я записываю обзор бюджетного телефона fly ff 178 мне помогает в этом собака шпунтик хой вот и начнем обзор с того что это одна из самых ну не самых дешевых моделей fly но так нижний ряд телефон относится к линейке x-life что подразумевает наличие емкого аккумулятора здесь он на 1800 хорошая сборка добротно сзади такое вот покрытие динамик динамика тут 21 разговорный другой для сигнала для там хэнсфри и прочее камера на 640 на 480 фото и 320 на 240 по моему снимает видео причем снимая так ну нижний торец это фонарик нет фонарик у нас на верхнем торце фонарик включается длительным удержанием джойстика посередине на нижнем торце у нас разъем для наушников стандартный причем довольно такое свободного вхождения и выхождения то есть шкейкер втыкается в него слишком легко потом usb разъем при подключении компьютеру под линуксом во всяком случае телефон видится двояко это как видно как встроенные 50 килобайт шивы памяти и карта памяти вот и в отличие от моделей прошлых флай бюджетников которые виделись еще и как веб-камера это эта модель как веб-камера не видится теперь я расскажу что мне понравилось а что мне не понравилось но во первых мне не очень понравилось про дисплей я ничего не скажу это такой стандартный дисплей от углы обзора так и так вот видите сами маленький дисплейчик сразу специфика копирование контактов sim карты в память телефона для чего это делается объясняю потому что на контакт фотографию абонента можно вешать только если этот абонент находится в памяти и телефона в списке они в этом не на симке вот так вот чтобы скопировать надо выполнить очень странную последствия здесь вот мы идем в контакты там идем в опции опциях идем импорт экспорт тут идем копировать тут в первом списке выбираем копировать sim 1 ну или символа вас тут жмем налог потом а во втором списке выбираем скопировать в куда то есть телефон и потом уже жмем копировать потом выбираем все и копируем вот такая специфика далее что мне еще чего мне тут не хватает мне не хватает тут этих заметок заметки можно конечно делать так что вы сами себе пишите смс и и сохраняете его черновики вот и получаются те же самые заметки теперь что мне понравилось и почему я вдруг вот выбрал это телефон как ну свой второй телефон и как плеер плеер очень удобный и дело в том что он позволяет воспроизводить музыкальный файл следующим образом вот мы идем в список файлов вот у меня тут папка с музыкой я иду иду ну скажем там еще там агату кристи включим шпунтик шпунтик чешется с заказом собака шпунтик вот но и вот стоит включить одну композицию как плеер проиграв ее переходит на следующую композицию это очень удобно я не люблю все эти какие-то там плейлисты коллекция просто такой папочный плеер вот причем ну вот как он звучит этот телефон вне наушников я включу сейчас а 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 назад была к а так неприятное herum навык что такое и и за раз 10 10 уп вечер нет теперь о звучании в наушниках она хорошая такой сочный звук теплый звук и я бы сказал единственное что как и то есть fly пошел по по стопам тех производителей которые ограничивают максимальную громкость то есть и раньше принципе это было но через инженерное меню это дело обходилось вы раскачивали себе громкость как угодно здесь всем прикол то есть раньше можно было там через инженерное меню поставить максимальную громкость там значение 255 скажем 128 и она шабашила так что очень громко вот у нас тут есть инженерное меню она вызывается значит звездочка решетка 9981 решетка вот вот появляется и инженерное меню причем какое-то такое прилизанное как бы уже не инженерное а для пользователей и вот тут у нас есть параметр настройки аудио оп идем настройки аудио тут идем параметры вот значит смотрите mp3 loudspeaker это это громкость mp3 через loudspeaker а вот mp3 earphone это через наушники вот мы лезем сюда и предполагаем что у нас тут будет такая таблица громкости стандартная как в инженерных меню китайфонов мы идем сюда и что мы видим это громкости раскиданы ниже нулевого значения вот это вот 0 это предел то есть мы тут можем просто регулировать значение присвоенные каждому шагу громкости но никак не повышать вот видите шаг 14 15 0 все а вот как значение менять максимально значение 0 то есть выше мы не поставим мы можем только ниже там вот минус 51 14 я так понимаю это в единице но может быть децибела может быть просто чего-нибудь такое вот и сам по себе звук в наушниках громкий достаточно но если слушать там классику или джаз то громкости может не хватать как в во всех современных телефонах что тут еще ну тут еще рулится там разные параметры счетом у нас в общем разные рулится но громкость можно немножко увеличить получается только для разговорного динамика вот и что-то там какие-то параметры микрофона но я особо не заморачивался вернее я их менял но так и не понял на что это влияет значит чего тут нет а что тут есть в телефоне нет джавы но и тем не менее есть игра змейка в которую можно шпилить метро усевшись рядом с какими-нибудь владельцами смартфонов они будут в 3d играть а вы их будете троллить змейкой но в разделе игры тут есть еще видите список ninja денджер дашь не трейсинг я думал обсту мол вшили в прошивочку сюда а тут нет тут можно купить за 20 гривен или сыграть 5 бесплатных чего там попыток ну давайте посмотрим не трейсинг гейм лофт вот это гоу ну вот такой конец игры у меня еще четыре попытки нифига я думал сюда можно закидывать какие-то джавы игры но ничего не получается вот просмотр фильмов можно смотреть фильмы формате 3gp и mp4 но не знаю даже какие именно параметры кодека нужны я сюда закинул что-то там для пробы первую часть пункта назначения пункт назначения то еще было xvej я туда скачал вот так вот идет не онлайн синего представляет надо прокручивать работает между тем я скачал mp4 видео с youtube вопрос это чтобы попробовать и на этой мобилке звук шоу а видео не было теперь тут из интернет на его и не пробовал потому что у меня на этой карточке интернета нет он есть но я и не хочу пользоваться отсюда это браузер значит тут есть в телефоне интернет gprs выйти да выйти то есть любопытно этот но телефонная книга удобно есть быстрый набор вот сон скрыт сейчас скажу где они все спрятали мы идем в книжечку опять же тут идем дополнительно быстрый набор вот и вперед так что еще но смотрел как картинок то да все файловый менеджер потом можно стороны света джойстика можно им назначить вызов различных функций у меня скажем файловый менеджер то вверх там и так далее настройки смски что у нас вагонайзер из это календарь будильник калькулятор фонарик мтс меню но тут мы уже смотрели игры интернет пожалуй все больше тут а 6 диктофон давайте посмотрим как он работает это диктофон по моему сидит в развлечениях нет развлечениях у нас змейка диктофон мультимедии вот мультимедия а значит камера видео камеры галерея аудио видео fm готовь掛ка диктофон давайте запишем higher не мистофеля лалалалалалалалалалалай play cam? Мир телец золотой, правит он во всей вселенной, люди гибнут за металл, сатана там правит балл, правит балл. Так, посмотрим, что у нас вышло. Да, стоп надо нажать, нажмём на стоп. Ну и, погодите, не всё так просто, оказывается. Зря, что ли? Я же записывал. Ещё раз, повторная запись арии Мефистофеля. Сатана там правит балл, правит балл, люди гибнут за металл, за металл. Так, смотрим. Так, стоп, теперь надо нажать. Вот, выход. Ну и, а, вот теперь. Ещё раз, повторная запись арии Мефистофеля. Затана там правит балл, правит балл, люди гибнут за металл, за металл. Замечательно. Это инструмент для всех певцов. Годно, годный телефон. Итак, Fly FF178. Подспорье певцам, музыкантам и меломанам. С вами был Пётр Семилетов. Всем пока. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok